Здравствуйте, братья и сестры! Я намерен сегодня поставить точку в чтении нами с вами книги «Экклезиаста». Мы не прочли её, безусловно, полностью. Вы прочли её полностью, наверняка. Вы многочисленная наша семья, библейско-молитвенная, собирающаяся по ту сторону чудесного прибора под названием телевизор. Сегодня мы закончим, поставим многоточие и уйдём к другим темам на следующие разы. А я бы хотел ещё пару слов буквально сказать об этой книге, в частности, о богатстве. Богатство – это то, что для древнего человека представлялось признаком благословения и явным признаком избранности. Эта идеология возродилась в кальвинизме уже в христианское время, когда Лютер вначале в Германии, потом Кальвин в Швейцарии подняли такие мощные движения народные против католицизма, против злоупотреблений католической церкви, то у Кальвина оформлено учение о предопределении, в котором он говорит, что одни явно предопределены к спасению, другие к погибели. Но важно же узнать, куда ты предопределён. Потому что, согласно Кальвину, Кальвин так истолковал послание к римлянам, что если Бог предопределил тебе спастись, то ты хоть греши, хоть загрешись, всё равно будешь спасён. А если тебе Бог предопределил погибнуть, то ты хоть трудись, хоть запастись, хоть замолись, хоть всё раздай, хоть тело своё за Христа сожги на костре, не получишь ничего, потому что Бог предопределил тебе погибнуть. И это такое сложное, такое богословское положение, когда люди думают, а как разобраться? И Кальвин-то вышел, такой интересно вывернулся, говорит, что если ты богат и счастлив, ни в чём не имеешь нужды, значит, это явный признак того, что ты Богом избран. То есть такая теология преуспеяния, так называемая, то, что в протестантизме позднейшем получило широкое развитие. Значит, если ты богат, значит, как Иов, значит, ты Богом избран. Если ты нищий, бедный, больной, значит, ну, значит, всё, значит, ты весьма согрешил. Так вот, странность такая. То есть богатство приобрело некий признак, характерный признак избрания такого, что такое благословенности, спасённости, что ли такое. Вот. И мало того, что, ну, и раньше это было идолом, пленяло сердце. А потом оно ещё приобрело вот такие мистические черты. Евреи тоже так думали. И когда Господь Бог богатым говорил, что продай имение, свой раздай нищим, иди за мной, взяв крест, то, значит, ученики говорили, как же это самое, кто же может спастись? Вот. И когда Господь говорит, что невозможно человеку спастись, только Богу, у Бога возможно это. А людям невозможно, что верблюд не пролезет сквозь глины и уши, так и богато не войдёт Царство Небесное. Они тогда удивлялись, как же можно спастись, если благословенный, отмеченный Божией милостью человек, и он не может спастись, а кто же спасётся? И вот это слишком ново было в Евангелии. Но для того, чтобы это новое было хоть как-то приготовлено, Соломон заранее, задолго ещё говорит тоже о том, как бы сокрушает идол богатства. И говорит, в частности, кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. Это факт. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть глазами своими. Это тоже очевидный факт. Потому что, ну не съешь ты этого всего, там, дома, поля, леса, там, как тот киса Воробьянина. Помните, который в конце 12 стульев таки нашёл своё сокровище? Но сокровище материализовалось в Дом культуры. Можно было потрогать его руками, можно было ходить по нему, обнять его, лизнуть его, но его не унесёшь в кармане. Так, в принципе, любое богатство. Ну куда ты его денешь? Вот, значит, если это, там, завод, там, или пароход, ну... Ну вот смотреть глазами. Одновременно же нельзя лететь на самолёте и плыть на пароходе. И одновременно жить нельзя в двух домах сразу. Нельзя. Значит, человеку всё-то, всей только радости смотреть на это. Но оно же не просто смотрится, оно же требует внимания к себе. И нужно, чтобы кто-то убирал, кто-то кормил там живность твою возле твоего дома. Кто-то там выбивал коврики, кто-то менял там, значит, свечи в канделябрах. Нужно, чтобы люди вокруг этого всего крутились. Вот и получается, что умножается богатство, умножаются и потребляющие его. И это суета. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не даёт ему уснуть. Это, наверное, сказано, ну, конечно, о тех богачах. Во всех народах тучность была признаком счастья. Люди стыдились худобы, стыдились, кстати, загоревшей кожи. То есть загорелый, значит, худой, это плебей. А белая кожа и тучное тело, значит, это человек счастливый, довольный, богатый. Сейчас всё поменялось. Сейчас богатые, значит, бегают, плавают, на диетах сидят, потому что подольше жить хотят. Сейчас научились, что надо похудеть бы. Сейчас богатые борются с ожирением. Ну, некоторые, по крайней мере. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владельцем, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев, и родил он сына, и ничего нет в руках его. Как вышел он нагим из утрубы матери своей, таким и отходит, каким пришёл, и ничего не возьмёт от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это суета. Ну, здесь Соломон перекликается с Иовом. По сути, они говорят об одном и том же, и даже одними и теми же словами. То есть, вот ещё в одном, чём нашёл он пустоту, так это в богатстве. Причём, говорит, это богатый человек. У богатого, знаете ли, меньше всего иллюзий. Богатый точно знает, что богатство счастье не приносит. У бедного иллюзий больше. Потому что жизнь бедного – это выживание. И он думает, ах, если бы не вот это, и тогда бы было всё хорошо. Ах, если бы ещё это, вот тогда было вообще прекрасно. Говорит, эх, только дожить бы, до свадьбы женить бы. Тогда бы я был счастливый человек. Но на самом деле доживает и совершается, а оно как-то счастье, как примара, убегает от него. Так что богатый лишён иллюзий, а бедный богат иллюзиями. Вот только поэтому бедному жить интереснее, а богатому неинтересно жить. И Соломон – богатый человек. И вряд ли кто-то богаче него, потому что у него было золото по цене меди или бронзы, а медь и бронза по цене камня. Однако сердце его оставалось голодным. Он об этом и говорил, что все труды человека для рта его, но душа остаётся голодным. И заканчивая книгу свою, Соломон говорит таки в конце концов ещё раз. Суета, сует в последней главе, сказал экклезиаст, всё суета. Он говорит тем, заканчивает книгу тем, чем начал. Но это нечто другое. Одно дело в первом классе сказать, а это всё ерунда. А другое дело закончить 10 классов, поступить в институт и получить высшее образование и проработать на предприятии по специальности. А потом о том же, о чём ты сказал раньше в первом классе, сказать, да, это такие ерунда. Но это будут слова разных людей. Первые слова – это слова человека, ничего ещё не знающего в жизни. А вторые слова – это слова опыта, слова, облечённые в плоти кровь. Слова крепкие и твёрдые, именно вот как вбитые гвозди. И вот здесь, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы запомнили одно выражение. Есть такое в философии христианской, такой был епископ Николай Кузанский. Он говорил, у неё есть такая книжка об учёном незнании. То есть это книга о том, что разум не беспределен, книга о том, что человек толком, собственно, не знает ничего. И вот там такое выражение правильное, такое – учёное незнание. Когда невежда говорит, что я ничего не знаю, это действительно он ничего не знает. Но когда умный человек провёл многие годы в настырном изучении различных важных предметов – медицины, астрономии там, он приобрёл много полезных навыков, много хороших знаний, много мудрости испытало сердце его, но он до конца не насытился. И конечные причины мира он не узнал. И всё-таки за завесами тайн осталось самое главное. И тогда он, уставший, к концу жизни говорит, много узнал я, как бы разного, но всё-таки должен признаться, что я ничего не знаю. Вот это уже учёное незнание. Это смиренное признание своей ограниченности очень умным и опытным человеком. Оно ценно. То есть признание невежества в невежестве ценно, но меньше. А признание мудреца в своей относительности – оно драгоценно. Вот Экклезиаст начал с того, что всё – суета, а потом дал нам возможность пройти шаг за шагом по этим станциям суеты. Он повёл нас в разные комнаты этого большого дома, который называется миром. Показал нам и бедность, и богатство, и счастье, и накрытый стол, и могилу человеческую, и юность, и женскую красоту, и то, и это, и пятое, и пятнадцатое. Показал нам. И вместе с ним мы обошли всё это. И потом в конце мы можем теперь вместе с ним сказать, что всё – суета, сказал Экклезиаст. Всё – суета. То есть это будет уже учёное незнание, скажем, такой, или учёный пессимизм такой. Но повторю с тем, что, закончу тем, что мы говорили в начале открытия этой книги, что мы не имеем права цитировать эти все слова без учёта того, что уже есть Новый Завет, без учёта того, что небо уже открыто, и небо уже не пусто, там уже есть люди, там души человеческие, духи праведников, достигших совершенства, церковь первородных, уже огромный сон святых, как пчёл и матку окружают Христа во Царстве Небесном. И уже истинно открыто людям. Поэтому мы можем лишь внутри себя, переживая некую ветхозаветную тоску, врачевать свою душу и понимать, что мы не одни такие, что самые лучшие люди мира чувствовали то же самое. И таким образом находим утешение в этом. Но у нас есть больше, чем у Соломона. У Соломона не было столько, сколько у нас. У Платона и Сократа не было столько, сколько у нас. Когда-то Василий Васильевич Розанов говорил, вот отойду я от господина философа и от господина депутата Государственной Думы, а подойду к батюшке, пусть даже и выпившему, там у него есть такое в записках. Потому что философы и депутаты знают, что-то там знают, что-то там не знают, а батюшка знает самое главное. Чеческая душа оскорбит, и что у Христа для него есть утешение. И то, что Платон не знал, батюшка знает. И то, о чем Аристотель только догадывался, батюшка знает наверняка. Поэтому подойду я лучше к нему, а от них от всех отойду. Хоть сегодня возле него Серафим Саровский встанет, а возле них никто, кроме таких же философов или депутатов, рядом стоять не будет. Так что я к тому все веду, что мы сегодня имеем утешение. Мы знаем больше, чем знал Платон, знаем больше, чем о чем догадывался Соломон. Поэтому, читая тоскливую книгу Ветхого Завета, мы лишь можем врачевать свою тоску и тут же бежать под покров Евангелия, как бы к сладкой груди евангельских слов и утешаться у этой груди, как утешается ребенок на руках своей матери. Будущее покажет, чем будем заниматься далее, какие еще сладости найдем мы на пространстве священных книг. Сейчас же пока до свидания, ангела-хранителя. И прошу вас, не забывайте подружиться со Священным Писанием и не только один на один с книгой проводить время, но также потом и говорить об этом с людьми, чтобы Слово Божие передавалось от человека к человеку и чтобы Господь был между нами. Ангела-хранителя, до скорой встречи. Всех вам благ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова